Расчетно-кассовый центр предприятия «Заря-сервис» с 1 марта прекратит прием платежей за коммунальные услуги от населения и будет закрыт. Об этом нам сообщило руководство предприятия. В настоящее время расчетный центр «Заря-сервис» является единственным пунктом приема платежей услуг ЖКХ в Колпашеве, в котором оплатить комуслуги можно без комиссии. Как пояснил заместитель директора предприятия Вячеслав Сандаков, решение о закрытии центра является вынужденной мерой по причине убыточности пункта приема платежей. Связано это с тем, что направление уже не первый год является нерентабельным. И в этом году мы уже вынуждены закрываться. Ситуация уже дошла до того, что доходы от сбора платежей не покрывают даже заработную плату сотрудников расчетно-кассового центра. У нас шел определенный процент от сбора платежей. Объемы с каждым годом уменьшаются, так как у нас через онлайн-банки население платит. На сегодняшний день у нас уже нерентабельно. В летний период это еще меньше, так как у нас основной поток денег идет в зимний период. Это у нас ресурсоснабжающая организация КТК. В летний период отопления нет, соответственно, платежи падают. Вячеслав Сандаков отметил, что ежегодно на предприятии проводится повышение заработных плат сотрудников в соответствии с действующим законодательством, также увеличиваются и налоги. При этом даже если повысить процент дохода от платежей, ситуацию это не исправит. Мы уже все взвесили, разные варианты. Потому что мы же жилищно-коммунальное хозяйство у нас, предприятие. Занимаемся содержанием домов и откачкой стоков и так далее. Нам это самим удобно. Но, к сожалению, получается, это направление уже является не то, что нулевым, оно уже, получается, в него надо дополнительно откуда-то изыскивать деньги. Плюс новые изменения у нас по требованиям. Надо и вкладываться, и содержать помещение. Затраты растут. В штате расчетно-кассового центра работали три кассира. Одну штатную единицу с потерей прибыли пришлось сократить. Однако и двух кассиров центра предприятие уже не может содержать, подчеркнул Вячеслав Сандаков. В расчетно-кассовом центре предприятия «Заря-сервис» на улице Советский Север можно оплатить большинство комуслуг, обслуживающих организаций. В настоящее время пункт приема платежей действует и будет работать в обычном режиме до конца февраля. Как отметила старший кассир центра Наталья Коршунова, основными посетителями пункта являются пенсионеры. Жалуются, где будем платить, почему и как. Бывает такое, что вот в день, чтобы никто не пришел? Нет, такого не было. Но у нас есть даже, кстати, новые люди пришли. Ну и сейчас, когда мы сказали, что мы закрываемся, они говорят, только мы об вас узнали, а вас закрывают. Есть много-много, много пришло новых. Кто ушли с онлайна, потому что там платежи плохо проходят, они пришли к нам. Вот неделя, так вот две у нас народ, а потом нет. О том, как местные жители относятся к закрытию расчетно-кассового центра, мы поинтересовались у посетителей пункта оплаты. Мне сказали, что это самое закрывается, но вот я сегодня приехала, думаю, заплачу за два месяца теперь. С 1 марта закроются, куда пойдете? Ну, буду искать, я в Тогриде живу, буду искать там в Тогриде, что-нибудь найду. У меня охота комиссию платить каждый месяц. А Зинаида Васильевна, почему вы здесь оплачиваете квитанции? А мне потому, что здесь удобно, и живем недалеко от геологи, что и тут у нас берут и за капремонт, здесь же платим и за все, кроме вот света и телефона. Вообще удобно, я сейчас услышала, что закроют. Вообще дико, где платить? Онлайн-платежи и не делаете? Дочь прошу иногда, но ей не всегда возможно, но мне и прогуляться надо. Прогуляемся, пройдем, а что дома с дивана платить? Добавим, руководство «Заря-сервис» предупредило предприятие, которым оказывало услуги по оплате платежей о предстоящем закрытии. Кассиры продолжают оповещать население о ликвидации расчетных кассу от центра с 1 марта. Продолжение следует...